Московская набережная в Щебоксарах оживает с первыми лучами солнца. Здесь каждый день собираются любители здорового образа жизни. Скандинавская ходьба, тренировки на уличных турниках, бег, езда на велосипеде или на роликах. Вариантов, как активно провести утро, масса. Врачи и сотрудники первой городской больницы имени Осипова на здравительную прогулку всем коллективам вышли впервые. Мы за здоровый образ жизни. Ура! Говорить о том, что мало есть, больше двигаться, что высокий холестерин, высокий сахар, высокое давление – это результат низкой двигательной активности. Говорить, сидеть в кабинете и пациенту это объяснять, а самой выглядеть на 80 килограмм, на 90 и ничего не делать – это разные вещи. Мы, медицинские работники, как никто другой, должны показывать пример. Ходьба, она лучше всех подходит для всех слоев населения без исключения. Можно это проводить в любое время года и в любое время суток и в любую погоду. Главное, чтобы было желание и мотивация. Среди сотрудников больницы много заядлых спортсменов. С какой скоростью идете? Пять километров в час. Я не только сегодня выхожу, я часто уже выхожу в волейбол, играю, спортом занимаюсь. Здорово со своим коллективом пройтись в хорошую погоду. Тем более, это полезно для здоровья. Путь к здоровью не так уж труден. Пройтись пешком, зарядиться энергией. Бодрое утро начало и руководство республики в компании почетного гостя Нена Допоповича, министра инноваций и технологий Сербии. Заряд энергии получаем. Неиссякаемые энергии. Мысли добрые приходят. Можно показать с утра все свои возможности. Но главное, главное вот этот воздух, Волга, красота, солнце. Так что надо пользоваться. Спортивный образ жизни это что всем нужно. Все много работаем, стараемся, трудимся. Но не надо забывать про здоровье, про спорт. Впрочем, утренняя зарядка на набережной – лишь приятный бонус для сербского министра, который приехал, чтобы обсудить дальнейшее расширение сферы сотрудничества между государствами. Я уверен, что большинство предпринимателей не знают, что между Сербией и Россией не существуют таможенные пошлины. Все, что производится здесь в Чебоксарах, в Сербию можно отправлять без таможенных пошлин. И наоборот. Это очень важно. Надо укреплять это сотрудничество между Сербией, с нашей страной, а с российскими регионами, где лежит огромнейший потенциал, особенно в малом и среднем бизнесе. Ну что, вперед. Пора начинать работать. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Добрый день. Какой бодрый выглядишь. Да, все трое. Так очень приятно и хорошо. После велопрогулки рабочая встреча. На память о визите в регион фотографии на фоне набережной Волги. Чуваш, я спортивный регион. Буду, спасибо большое, буду держать рабочий кабинет. Прекрасная набережная. Действительно, поздравляю вас с этим проектом. Это один из лучших проектов. Социально очень важный для людей и спорт, прогулки. Для детей прекрасные места. Для молодежи волейболные площадки, футбольные площадки, бляжный район, велосипедные дороги. С другой стороны, хочу вас поздравить с результатами экономической республики. Вчера все узнал, узнаю новости. Действительно, Республика Резрецкая сейчас с коллегами, министрами смотрела и инфраструктурные проекты, мост, который здесь делается очень важный, вот как раз поможет развитию и улучшению, ускорению движения в городе. На рабочей встрече Ненат Попович и Михаил Игнатьев обсудили и детали дальнейшего взаимодействия. Товарооборот между странами за последние годы увеличился. И в этой конкурентной среде наши производители выигрывают. И дальнейшие перспективы, я говорю, очень хорошие. Почему? Потому что, вкладывая инвестиции в человеческий капитал, мы получаем хороший результат. А касаясь наших отношений, вообще Россия-Сербия, Сербия-Россия, мы только рады и счастливы. И эти отношения на сегодняшний день только развиваются. И руководитель, наш президент Российской Федерации Владимир Путин только хочет не только укреплять, а дальше дополнительные стимулы давать. И президент Сербии это делает. Это как раз те ресурсы, которые дают очень хороший результат. Должен поздравить вас и с вашим основным кластером технической промышленности здесь. Он один из лучших в Европе точно и действительно лучший в России. Один из лидеров электрокластера накануне отметил юбилей. В торжественной обстановке лучшим работникам завода «Заим» вручили госнаграды. 60 лет назад в этих цехах выпустили первую партию механизмов для управления приводами. Сейчас продукция завода экспортируется в десятки стран. Здесь в Чувашии есть предпосылки для развития бизнеса. Надо поблагодарить и вузы, и школы, которые дают такие специалисты. Прижог был как раз в инновациях и новых технологиях. Сейчас на заводе выпускают приводы для трубопроводной арматуры, приборы контроля, датчики и микропроцессоры. Среди заказчиков крупные корпорации. Недавно были налажены поставки и для нужд «Атомпрома». В 60 лет для любого производства, для любого предприятия, это молодой возраст, вы поднялись на мировой уровень. Это правда. Это интеллектуальный труд. Предприятие вкладывает инвестиции в человеческий капитал. Для того, чтобы сократить долю импорта, на заводе начали выпускать и интеллектуальные приводы. Спрос на продукцию растет. Чтобы укрепить позиции на рынке, здесь намерены реализовать и новые проекты. Объемы выпуска продукции на заводе увеличиваются. Дмитрий Ковалев, Александр Петров и Валерий Резюков. Республика. В Государственном Совете Чуваши начался, что называется, новый сезон. Депутаты собрались после летнего перерыва. В повестке 22-й сессии 22 вопроса. Один из главных – о региональных льготах ветеранам труда. Удивительно, но новый закон принимают для того, чтобы все осталось по-старому. Дело в том, что свои льготы ветерана труда, а это женщины, чей трудовой стаж составил 20 лет, и мужчины со стажем в 25 лет, сейчас получают по выходу на пенсию по достижению пенсионного возраста 55 и 60 лет. Депутаты Госсовета предложили право на получение льгот привязать к достижению не пенсионного возраста, а просто 55-летия для женщин и 60-летия для мужчин. Независимо от того, что в проекте закона, которым будет повышен, если депутаты Госдумы голосуют за это, будет повышен возраст пенсионный для женщин и для мужчин, независимо от этого, те льготы, которые были у людей прежде, давайте ветеранах труда скажем, они сохраняются. Этот закон сыграет в пользу тех, кто будет иметь право на досрочный выход на пенсию. К примеру, многодетные женщины или работники вредных производств. По достижению указанного возраста, кроме пенсии, они будут получать и ветеранские выплаты. Вот еще пример женщина. Ей, предположим, 55 лет. И уже больше 20 лет она отработала. И внезапно лишилась работы, ну или решила не работать и сидеть дома, например, с внуками. Пенсия ей еще не положена. А вот региональные выплаты, как ветерана труда, она уже может получать. Региональные льготы, они выплачиваются из регионального бюджета. Почему так вот принимаем? Потому что уже сейчас идет формирование бюджета на 2019 год. И до формирования бюджета закон должен быть принят. После выступления Владимира Путина подобные вопросы сейчас в повестках дня региональных законодательных собраний по всей стране. Уже сейчас такие законодательные инициативы появились в 65 регионах. Большая просьба эту инициативу поддержать. Просьбу Алены Игоревны, как и сам законопроект, поддержали не все. Против двое. Однако большинство за. Решение принято. Ольга Пырочкина, Бахсиар Велиев, Игорь Зверев, Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с президентом Всероссийской Европейской Федерации Самбо Сергеем Елисеевым и президентом Федерации Самбо Республики Евгением Селивановым. Михаил Игнатьев подчеркнул, что самбо в Чуваше является базовым видом спорта. 1 702, да, занимающихся практически в школе Олимпийского резерва обучается 450 самбистов. И, в принципе, я вижу очень хорошую перспективу для подготовки уже спортсменов, чтобы они через массовый спорт были в сборной команде Российской Федерации и защищали честь Российской Федерации на разных чемпионатах. Сергей Елисеев поблагодарил главу Республики за большое внимание к развитию самбо и создание необходимых условий для подготовки спортсменов международного класса. В ходе встречи обсудили и вопросы проведения турнира «Прерванный полет». Важно, что мы такой турнир проводим, что мы помним. Мы сейчас связывались и с семьей Погодина, и с семьей Трошева, и с семьей Трофимова. Со всеми, так сказать, их пригласили сюда. Очень довольны, очень благодарны и нам, как Федерации, и Чувашии, что взяли такой турнир на себя. Турнир памяти самбистов и государственных деятелей, погибших в авиакатастрофе 10 лет назад, уже стартовал. Он продлится два дня. На руках хоккеистов траурные повязки. Этот матч посвящен памяти Сергея Шелтукова. Команда прощается с ведущим игроком. Министр выходил на лед под номером 6 и всегда выкладывался на все 100. Так и в работе. Он ставил перед собой амбициозные цели и добивался их. Умел работать в команде, в управленческой команде, как эффективный министр. Это во-первых. Во-вторых, он никогда в команде не создавал проблему. Всегда находил инструменты разрешения того или иного вопроса. В-третьих, он на самом деле имел еще огромную духовную силу, чтобы команде играть всегда на результат, на победу. Товарищеский матч проходил в Ледовом дворце Чебоксары-арена. Строительство этого объекта курировал Сергей Шелтуков. И именно при нем в республике начало увеличиваться число приверженцев массового спорта. Друзья и коллеги отмечают, что его воле к победе можно было позавидовать. Порядочный, как в жизни, так и на поле был игрок. Никогда не давал себе расслабиться. Очень на льду его не хватает. Наверное, в команде правительства он показывал такие же качества. Конечно. В память о Сергее Шелтукове в республике планируют проводить турнир по тяжелой атлетике. Этим видом спорта он занимался в молодости. Победу в товарищеском матче одержали члены правительства. Команда, за которую он играл многие годы. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Обычный учебный день в Чебоксарской школе номер 37. У младших школьников уроки уже закончились, но ребята не торопятся домой. Покинуть учебное заведение они могут только в сопровождении мамы или папы. Мы не отпускаем никого детей без родителей. Пока первое время, потому что это первый класс. Они не все умеют еще открывать дверь ключом и так далее. Поэтому дожидаемся пока родителей. Родители к таким мерам безопасности относятся с пониманием. Наверное, долго буду забирать, потому что на улицах ужас творится. Агрессивные водители. Лучше буду забирать, наверное, класс до третьего точно. Вообще в школах и детсадах Чувашии делается очень много, чтобы ученики чувствовали себя в безопасности, находясь на территории своих образовательных учреждений. Здесь устанавливаются камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки. Во всех школах организована контрольно-пропускная система. Ежегодно в начале учебного года специалисты управления образования проверяют, как в образовательных учреждениях столицы соблюдаются правила антитеррористической безопасности. Внутри здания проверяем наличие турникетов, проверяем работоспособность пожарной сигнализации системы ПАК Стрелец Мониторинг. Проверяем также наличие экстренных телефонных служб, проверяем планы эвакуации, эвакуационные выходы, в каком состоянии, должны быть в дневное время суток, в рабочие часы, должны быть открыты, на ключ не должны быть закрыты. Чаще всего встречаются такие недостатки, как открытые ворота въездные, нецелостность ограждения, отсутствие калиток, дальше отсутствие планов эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций, также недостаточное количество видеокамер. Пока специалисты обследовали шесть школ, до конца года проверят оставшиеся 55. Галина Титарчук, Мальвина Петрова, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося режиссера, основателя Чувашского театра и кинематографа Иакима Степановича Максимова-Кошкинского. Года учебы в Казани он работал театральным художником, затем увлекся общественной работой, режиссировал агитационные постановки, активно участвовал в февральской и октябрьской революциях. Много работал в Чувашском драматическом театре, параллельно создал первую Чувашскую киностудию. За несколько лет успел снять шесть игровых фильмов. В конце 30-х годов был репрессирован, поэтому кинематографическое наследие дошло до нас частично. Зато все сценарии, написанные им для театра, сохранились, а его пьеса Константине Иванове идет до сих пор. Тем более несправедливо, что в честь Максимова-Кошкинского до сих пор не названа ни одна улица, а памятник ему установлен лишь на кладбище. Между прочим, достаточно скромный, учитывая его вклад в развитие чувашской культуры. В Чебоксарах проходят съемки фильма «В Красном море». Эта документально-художественная картина расскажет о важном историческом событии – первом общечувашском съезде рабочих и крестьян. Тендер на производство ленты выиграл Московский продюсерский центр Екатерины Митешиной. Я ученик Владимира Валентиновича Меньшова, режиссера «Москва слезам не верит» и много прекрасных фильмов. И он говорил, иногда кино рождается благодаря, а иногда вопреки. Но он говорит, вот бывает, что едешь по улице, раз светофор зеленый, второй зеленый, там зеленый, и значит, ты делаешь правильно. Вот у нас очень много зеленых светофоров в этом проекте в Чувашии. Тьфу, не закончено, да? То есть, может, мы так и доедем по этой зеленой улице, и фильм дойдет до зрителя. Это было бы здорово. Театры делятся костюмами, музеи предлагают локации. А актеры по классике жанра готовы ради съемок на все. Ну, роль у меня весьма себе небольшая. То есть, я буду играть охранников у кабинета Иосифа Виссарионовича Сталина. Ввиду того, что для данной роли нужны более короткие волосы, я прощаюсь со своими прекрасными волосами. Жаль, жаль. Но почему? Нет. Все ради кино. Правильно, правильно. Оксана – специалист из Москвы. Гримировала декабристов, Ленина. А вот над образом Сталина работает впервые. Там очень много компонентов, которые нужно учитывать. Какая камера, какой свет. Важно очень подобрать правильный размер парика и форму слов под актеров. Так как мы были в Москве, все это подбиралось. Мы это все делали по фотографиям. И вот сейчас будем собирать, смотреть. Не каждому журналисту удается задать вопрос Сталину. Да и сыграть его получается не у каждого актера. Мой Сталин за мировую революцию. И он политик. Он политик. А политика, она, знаете, не бывает. Добрый, злой, еще какой-нибудь. Политика – это политика. Поэтому, когда лес рубит, щепки летят. Одну из ключевых ролей в фильме играет актер Чувашского драматического театра Сергей Павлов. Его съемочный день начинается в 4 утра, а на больное горло Сергей просто не обращает внимания. Играю роль Краснова. Перед формированием республики Чувашского он сыграл основную роль. Не дал расформировать наш народ, нашу культуру, наш язык. Отстоял мнение Чувашского народа. Самая массовая сцена самого съезда. Будет сниматься завтра в Чуваш кино. А монтировать фильм будут в Москве, причем очень быстро. Ведь по требованиям заказчика Министерства культуры Чувашии картина должна быть готова 10 декабря. Мария Шоклева, Андрей Спиридонов, Республика. Не только прекрасные, но уже и премудрые. В Чебоксарах прошел конкурс «Красота элегантного возраста», который организовал Центр социального обслуживания населения. Участницы под номером 5. Николаева Валентина Константиновна. Все участницы – бабушки. Но это только по статусу. У каждой несколько внуков. А в жизни – кокетливые красотки. Впрочем, для победы этого, конечно, мало. Так что после представления – смотр талантов. Галия не привыкать сверкать на сцене. У нее говорящая фамилия – Алмазова. Полюбить меня такой, полюбить меня такой, какая я и есть. Любить такими, какие есть – ее жизненный девиз. Все мне очень нравится. Я вообще очень люблю жизнь. И люблю людей. У меня четверо внуков, трое детей, муж. Все хорошо. Из традиционных для конкурсов красоты этапов – еще дефиле. Из нетрадиционных заданий. Дамы должны были быть не только красивыми сами, но и распространять красоту вокруг. Буквально за 10 минут они создали и представили на суд жюри образы для своих близких. И, пожалуй, нонсенс для подобных конкурсов – смотр кулинарного искусства. Помимо внимания зрителей и удовольствия, все красавицы получили награды по номинациям. Ольга Пырочкина, Лина Сусметова, Игорь Зверев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова